Свободная жизнь Свободные, выносливые и бесстрашные покоряют волны и ветер, несясь навстречу солнцу и своей мечте. Катание под парусом не только экстрим, но и развлечение. С каждым днем играть с водной стихией стремятся все больше активных и спортивных парней и девушек по всему миру. По специальности лингвист, путешественница и спортсменка Оля Раскина с 16 лет профессионально каталась на сноубординге и работала во французских Альпах. Со временем это увлечение поменяло на более безопасное и менее травмоопасное. После того, как я закончила университет, получила диплом, я летом поехала отдыхать в Египет, в Дахаб. Это такая всемирно известная база и кайтсерфинга, и винда, и дайвинга. И там я впервые встала на доску, мне очень понравилось. И мне предложили работу на станции. Я подумала, что интересно, почему бы не попробовать поучиться кататься, и плюс еще погрузиться в индустрию, понять, что это и зачем это нужно. Океан Океан это такая стихия, очень сильная, как и горы, она тебя просто очищает, смывает с тебя все проблемы и беспокойства. Поэтому просто оказаться однажды на океане, встать на серф, или виндсерф, или кайт, это огромное счастье. И вот это вот ощущение полета, свободы, какой-то легкости, конечно, оно незабываемое, его ни с чем не сравнить. На виндсерфинге здесь все гораздо мягче, если ты падаешь, ты падаешь в водичку. И дальше я начала работать, путешествовать и участвовать в соревнованиях, в частности в мировом туре, в виндсерфинге. Взяла русскую волну в Хургаде, заняла первое место на чемпионате России и выиграла золото в Дахаб Фристайл Уик. А в июле этого года Оля стала вице-чемпионкой мира по фристайлу на самом главном этапе мирового тура по виндсерфингу. Есть очень известный австралиец, его зовут Джейсон Поляков, он катается в команде Red Bull уже очень давно. Это такой легендарный персонаж в виндсерфинге, один из основателей, он был у истоков этого спорта. И плюс он до сих пор катается и покоряет все самые большие волны в мире. И сейчас, попав в команду Red Bull международную, конечно, для меня огромное такое достижение и некий почет, потому что я в одной команде с Джейсоном уже, и я не просто смотрю на его фото, я пишу ему e-mail, Джейсон, ну что, где там следующий слой, куда мы поедем, мне отвечают, да, давай, приезжай туда. И мы уже вместе едем путешествовать, кататься на тех волнах, о которых я раньше только мечтала. Раскина всегда рада поделиться опытом и знаниями и регулярно проводит виндсерф лагеря. Занятия обычно проходят в Дахабе, на Маврикии, на острове Родос, где условия для виндсерфинга близки к идеальным. Застать Олю Раскину в России практически невозможно, она постоянно в движении. Тем не менее, участникам молодежного форума Ростов-2014 повезло. Спортсменка рассказала ребятам о том, как появился виндсерфинг, и провела наглядный мастер-класс у воды на специальном оборудовании для начинающих. Виндсерфинг хорош тем, что у него нет никаких неутростных ограничений. Неважно, девушка, молодой человек, есть физическая подготовка или нет. Современное оборудование настолько разнообразно, что может шестилетний ребенок встать на доску. Виндсерфинг сейчас доступен абсолютно всем, но ощущения, которые он дает, конечно, они уникальные. И однажды это ощутить, скорее, это более ценно, чем рассказывать об этом долгое. Раскина планирует и дальше участвовать в международных соревнованиях, снимать видеоуроки, ездить по городам и развивать виндсерфинг в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин